Даниил Заврин Таракан Пролог Я не алкаш, просто у меня такой стиль. Мне нравится бухать. Это расслабляет мою нервную систему, позволяет более осмысленно видеть окружающие меня вещи. Беланхоличный, да. Флегматичный, да. Но не алкаш. Это неправильная трактовка образа, который невольно и неправильно сотворила моя соседка-баблюда в силу своего пенсионного возраста и отсутствия высшего образования. Впрочем, не все такие, как она. Мясник Александр, увы, также тянется к высокому и частенько находит время для общения со мной. Да и пес у него забавный, с таким интересным американским именем. Неординарная личность, почти как я. Ах, да, сведения. Совсем забыл. Я женат. Точнее, у меня есть мой лучший друг, собутыльник, жена, которая часто сопровождает меня в моих вечных скитаниях по бескрайним просторам алкогольной прострации. Так же был ребенок, которого она иногда брала к нам домой от бабушки. Еще у нее, в отличие от пенсионерки-соседки, было высшее образование и нормальное восприятие мира. Только вот, жаль, что она была более восприимчива к мнению окружающих, нежели я. И, видимо, из-за этого, временно покидая нашу совместно нажитую двухкомнатную квартиру, она, грубо говоря, озорила нашу мечту о большой любви, развлекаясь с бесчисленным количеством падших мужчин. Ну, вы знаете, я не сломался. Да, работу я, конечно, потерял и стал пить больше, но в глубине себя остался таким же крепким орешком, как и был. Разве что пришлось продать телевизор. Но он все равно был мне не нужен. Впрочем, знаете что, это я так хохмлю. На самом деле все куда печальней. Ведь мой маленький преследователь пробрался и сюда, даже в мои сны залез и посещает меня теперь куда чаще, чем бы мне этого хотелось, не давая мне продыху ни во время бодрствования, ни во время сна. Но давайте начнем все по порядку. С того самого утра, когда все это началось. Утро первое. Мы не одиноки во вселенной. Вот что ударило мне в голову в то похмельное утро, когда начался весь этот кошмар. Я помню еще, что неимоверной силой воли я раздвинул тогда свои налитые тяжестью веки и осознал, что именно боль всегда позволяет мне мыслить достаточно рационально. Ведь я прирожденный атеист и вообще не верю ни в какую разумную жизнь, кроме нашей, земной. Но именно в то утро, именно под очередным воздействием похмелья, мне вдруг пришла в голову такая мысль. Когда я встал и увидел свет, а затем это. Ну да, сначала день приветствовал меня. Балкон был открыт, и было слышно, как мусоровоз с треском загребает металлические баки. Значит, два часа, подумал тогда я. Ведь они всегда убирают в это время мусор. Пройдя на кухню, я привычным жестом наполнил на четверть сграненый стакан и уже было поднес его к корту, как вдруг совсем рядом услышал громкий хруст пластика. Я вздрогнул. Мне вдруг сразу стало ясно, что моя утренняя мысль о наличии внеземной жизни, случайно попавшая мне в мозг, была своего рода предзнаменованием, после которого неизменно должно было последовать что-то большее. Стало ли мне страшно? Поверьте, да. А главное, что страх усилился, ведь медленно повернувшись, я увидел огромного таракана, медленно жевавшего свою ловушку. Застыв со стаканом в руке и изумленно наблюдая, как его хищные огромные челюсти измельчают пластик, я решил, что не стоит спешить с выводами. Мало ли, белая горячка. Таракан, кстати, тоже замер, остановив работу своего отвратительного рта. Только вот длилась это недолго, и, немного посмотрев на мое изумление, он снова неторопливо продолжил свою необычную трапезу. Мысленно перебирая в голове все варианты дальнейших действий, я не нашел ничего лучше, как успокоиться и закрыть глаза, затем досчитать до десяти, после чего вновь открыть их и убедиться, что твари больше нет. Успокоившись, я тихо выдохнул. Все же белочка. Это было первое, что пришло мне в голову, смывая весь похмельный синдром. Тихо выдохнув, я скорее машинально, нежели специально, провел рукой по гладкой поверхности стола, пытаясь хоть как-то успокоиться. Но, увы, стало только хуже, так как я нащупал несколько кусков пластика, отрезанного этим чудовищным существом. Я вздрогнул. Всем известно, что белочка уж точно не оставляет куски пластика. Она имитирует, создает видение, но никаким образом не влияет на саму реальность. Это просто не в ее власти или компетенции. Я залпом осушил стакан. Такие вещи следует решать на более или менее залитую алкоголем голову. Да и к тому же, почему именно таракан? Неужели нет ничего получше? Почему именно он открыл сезон этих интересных видений? Я же их не боюсь особо. Так, недолюбливаю, но не больше. Я в основном акулы, косаток боюсь, всегда ужасающих меня своими огромными челюстями и темной неизвестной атакой в глубокой воде. Уж если пугать, то именно ими, а тут таракан. Взгляд упал на ноутбук. Я его не успел никому задвинуть, потому что тезис «Цена-качество» все еще не вставал на нужный мне продажный уровень. Плюс даже при низкой цене мой друг, дворник Семен, никак не мог расстаться с половиной своей зарплаты и купить своей дочке нормальный компьютер. Раскрыв железку и сев на соседский Wi-Fi, я с радостью убедился, что, во-первых, компьютер работает, а во-вторых, судя по замечаниям умных врачей, что белая горячка действительно не измельчает пластик. А, стало быть, я не был болен. И это было прекрасно, потому что я мог и дальше доводить свой фирменный алкогольный стиль до совершенства, уже не отвлекаясь на мелочи. Хотя, с другой стороны, несколько напрягало то, что я столкнулся с чем-то неизведанным, что усиленно жрет мои вещи. К тому же вещи, направленные против самого этого существа, ведь, по сути, таракан сожрал свой яд, тараканью ловушку. Закрыв ноутбук, я посмотрел в окно. День был близок мне, я всегда любил воздух, лето, теплую погоду и располагающую к этому всему лень. Я почти уверен, что в прошлой жизни я был китом или даже более миролюбивым созданием, медленно пересекающим огромные водные или земные пространства. Да-да, все именно так. А дальше день пошел как понакатанный. Я не замкнутый человек, я общительная и разносторонняя личность. Я, как обычно, постоял возле подъездной двери, описанной, замечу, не в целях глумления над общественным порядком, а в целях сугубо личной гигиены. Пообщался с Тимофеем Ивановичем и Кузьмичем Прокофьевым, личностями, кстати, глубоко неординарными. Так, например, Кузьмич Прокофьев вот уже год четыре встает ровно в шесть утра и караулит наше место возле двери, попутно встречая почти всех так называемых рабочих жаворонков. Он даже и песенку придумал. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной, когда мой пузырек со мной. Чем невольно всех нас в очередной раз рассмешил и удивил. Как видите, общество неосуждающее, думающее и, естественно, приятное. С ними я и растратил примерно всю оставшуюся часть дня. Почти позабыв об этом ужасном утреннем происшествии, даже более того, я лег спать в отличном душевном равновесии, почти таком же, как позавчера, когда я почти так же напился в самый полный, пардон, щи. Утро второе. Но все было сметено в один миг, утренний и безжалостный, когда эта волосатая огромная тварь, выставив свои длинные черные усы и тупые черные глаза кругляшки, медленно жрала мой тапог в двух метрах от меня. И теперь она уже не останавливалась и, поймав мой взгляд, специально показывала мне, что может спокойно жрать мой тапог. Иступленно заорав, я кинул в нее второй, чем несколько сбил воинственный пыл этой твари, заставив ее быстро ретироваться в угол. А дальше я свалился с дивана и пополз на кухню. Наверное, я все же переборщил с выпитом, так как толком даже подняться не мог, хотя, по сути, прошла целая ночь, которой мне обычно вполне хватало, чтобы проснуться и более или менее нормально ходить. Но ничего, я справился и с болью, и со слабостью, и, быстро добравшись до холодильника, обнажил столь желанную бутылку водки. Почему водки? Да она меня как шпинат для морячка Папайя. Выпил, и вот тело в полной боеготовности, а душа и разум полноценно очистились. И, наверное, тут я позволю заметить, что куда важнее было то, что очистился именно разум, сняв эту тяжелую похмельную боль. Так как после утреннего алкогольного лекарства я вдруг понял, что дело вовсе не в огромном таракане, которого я видел, а в осмысленности всех его действий. Ведь, повторюсь, эта тварь методично уничтожала оружие против себя. «Сначала ловушку с отравой, теперь тапки, которые так безжалостно истребляли его рот». Парень четко работал над моей возможностью его убить, значит, лишая меня защиты. Ну да, меня пугал не образ, хоть он и был ужасен. Нет, меня куда больше пугало то, что он дьявольски логичен, разумен и последователен. Плюс он сознательно пошел на то, чтобы жрать все прямо перед моими глазами, так чтобы я видел сам процесс. Он специально показывал мне все это, он психологически ломал меня. Страх, гнев и острое понимание того, что времени оставалось совсем немного, вот что я почувствовал в тот момент. Но что я мог поделать? Перестать пить? Чушь. Это совершенно не помогает делу, ведь, как я уже сказал, видение оказывало прямое влияние на существующую реальность. Попытаться договориться или просто осуществить контакт и прийти к какому-то консенсусу? Ага, конечно. Вот только с тараканом я еще не говорил. Впрочем, не скрою, в то утро, когда он жевал от черт в тапок, я все же попытался выйти на контакт, но ничего кроме непонятного чавкающего звука я не услышал. Плюс это слизь. Фу, боже, нет. Договориться точно никогда бы не вышло. Стоило мне начать говорить, как он открывал хищные челюсти и злобно на меня шипел. Решив не связываться и отдать тапок в жертву, я схватил бутылку и выбежал на улицу. И только под вечер, крепко напившись, я смог вернуться в квартиру и увидеть, что оно ушло. Я даже тогда предположил, что иноземные твари плохо переносили запах спирта, так как бутылки, стоявшие возле двери с остатками алкоголя, оказались нетронутыми. Я даже помню, как специально расплескал его по квартире, стараясь изгнать этого беса. Утро третье. Но вся эта мысль об алкогольной защите разлетелась в прах, когда на следующее утро я проснулся от того, что поганая тварь оторвала от моей ноги кусок и стала медленно его пережевывать. Взвыв от ужасной боли, я единым рывком скатился с дивана и со всей силы ударил ногой по крепкому хитиновому панцирю. Отчего-то слово «хитиновый» так четко вылезло из моей школьной памяти, словно это было вовсе не слово, а незрячий крот, случайно вылезший на свет божий. Отлетевший в сторону таракан больше в атаку не пошел. Вместо этого он ретировался куда-то на кухню, где, к слову сказать, дыр размером с его габариты сроду не водилось. Но преследовать его я не стал. Меня куда больше заботила кровоточащая рана, которая жутко болела, и откудрилась белая пузырчатая дрянь. Наскоро перемотав ногу, я сразу же отправился в травмпункт, где в компании обаятельных и веселых бомжей провел не только день, но и вечер, пытаясь попасть на прием к травматологу. К слову, врач оказался крайне милый и профессиональный, обработал меня буквально за несколько минут. Вернувшись домой, я обнаружил, что подлая тварь дожрала мой второй тапок и уничтожила все оставшиеся ловушки. Даже веник исчез вместе с совком. Но самое страшное, что этот таракан уничтожил все мои бутылки, стоявшие возле двери, практически оставив меня без выпивки. И вот тут-то могу не без гордости сказать, что я не струсил, и вытащив из-под дивана заначку, а после употребления, расколотив ее розочкой, я приготовился к новому бою. И, как показали дальнейшие события, не зря, так как в ту злополучную ночь таракан также проявил изобретательность и напал, не дождавшись нового утра. Изменил привычки, так сказать. Обхватив мое лицо своими клешнями, он в буквальном смысле не давал мне дышать, царапаясь и сдирая с лица кожу, молотя своими челюстями по моей голове, стараясь выклювать глаза. От испуга я, что из силы, обхватил когтистые и колючие брюхо этой твари и силой отодрал от себя, швырнув жука к стене. Глухо стукнувшись о бетон, таракан уже не стал убегать, а мауниеносно снова пошел в атаку. Еще не отойдя от шока, я машинально вытащил из-под подушки разбитую бутылку и в воздухе сбил насекомое резким ударом справа. Гневное шипение, злость и нервное шамканье челюстями раздалось из угла, куда приземлилась эта тварь, раскрыв в полете свои мерзкие огромные сетчатые крылья. Окровавленный, полный желания убить поганую агрессивную тварь, я что есть сил заорал на когтистого насекомого, всем своим видом показывая полную решимость к продолжению войны. Но он не спешил идти в атаку, а ретировался на кухню, где снова исчез. И, как мне кажется, этому способствовали стуки в дверь. Увы, соседям не терпелось выяснить все подробности моей насыщенной новыми событиями жизни. И в этот раз это было кстати. Вообще, соседи у меня были отвратные. Сосед слева был спортсмен, справа пенсионерка, которая, по моему личному мнению, находилась на издевении всего подъезда, так как была самой мерзкой консьержкой из всех, которых мне когда-либо приходилось встречать. Она никогда не пропускала погреться с бутылкой и всячески мешала моей нормальной алкогольной жизнедеятельности. Но поверьте, даже с ними мне удавалось найти общий язык, хоть они и порядком меня раздражали. Вот насколько я хороший человек. Но в этот раз их отчаянные вопли были выше всех допустимых высот. Они даже не посмотрели на разодранное мое лицо, пытаясь пролезть внутрь моей квартиры и угрожая, что вызовут ментов. О, Господи, как будто я не знал, что я выгляжу омерзительно. Попробовали бы они столкнуться с таким отвратительным существом, которое совсем недавно меня атаковало. Искренне сомневаюсь, что они вышли бы так победоносно и смогли бы полностью выдержать такие удары судьбы. Заорав на них и закрыв двери на засов, я глубокомысленно смотрел, как кровавые капли падали на пол, составляя из себя небольшую лужу крови. Видимо, все же мои соседи за космическую жизнь. Но оно и понятно, как-никак спортсмены всегда немного не в себе, не говоря уже о пенсионерах. И те, и другие плохо осознают всю тяжесть жизни лкаша. Помню, я тогда еще подумал, что обязательно выиграю бой, так как я уже не был тем слюнтяем, каким был вначале. Особенно это подтверждала испачканная в его мерзкой жижи бутылка, которой я избил эту тварь. Дополнительно повернув замок в двери, я приготовился к последнему сражению. Будь что будет, но я должен биться до конца. Правда, для начала необходимо как можно больше выпить. Водка добавит смелости, даст прилив энергии. Хотя перебарщивать не стоит, а то таракан нападет, когда я снова буду отключен. Допив остатки и блуждая в поисках противника по квартире, я не переставал думать о стратегии боя. Встряхнуть и шмякнуть о стену со всей силы, схватить за одну клешню и что есть силы ударить о стену так, чтобы все кишки размазались по ней. А вот такой был план. И он должен был сработать, так как обычно я лишь отбивался. Правда, таракан тоже изменил тактику. Раньше он всегда нападал, когда я просыпался, и лишь совсем недавно стал нападать ночью. А потому я и решил напасть первым. Истошно крича и размахивая руками, я пришел на кухню и стал переворачивать мебель. И это было правильным решением. Зверь, как я и предполагал, не смог из-за своих размеров покинуть комнату. И быстро появился перед моими глазами, бодро размахивая своими усами и испуганно прижимаясь к стене. Хотя вру, сначала он хотел было подойти ко мне, но я резким ударом сбил его с лап и мощным движением, схватив за одну из клешней, шмякнув о стену так, что там образовалось огромное пятно темной слизи. Все, как и планировалось. Абсолютно чистая победа. Еще раз убедившись, что тварь не дышит, я победоносно, спокойно пошел спать. Проснулся я от того, что меня лихо трясли за плечо. Разобрать, кто это, я не смог. Помнил лишь, что меня выволокли из квартиры и повезли куда-то на машине. По запаху я инстинктивно предположил, что в вытрезвитель, место, где я периодически тратил свою миролюбивую, спокойную и до недавнего времени алкогольную жизнь. Проспавшись сколько нужно, я был представлен суду за убийство своего четырехлетнего сына, с которым меня на выходные оставила моя собутыльница-жена. Эпилог. Хорошо, что я в одиночке и свить небольшую веревку не так сложно. Хотя тут не скучно, так как мой маленький преследователь, мой маленький сын посещает меня и здесь. Правда, теперь я узнаю его, и когда он хочет есть, я уже не откидываю его в сторону. А если он по детской глупости взял тараканью ловушку, я могу отобрать ее, не дав наесться этой гадости и не дав блевать белой жижей. И действительно, когда он будит меня за ногу, я не пинаю его к стенке и не сбиваю его разбитой бутылкой, заставив раненого уползти под стол на кухню, откуда, схватив его за маленькую ручку, я и ударяю его о стенку, оставив на ней кровавое пятно. Нет, ничего этого я уже не делаю, как, впрочем, и остальное, что делало меня алкашом. Просто даже по той причине, что тут не дают водку. Впрочем, мне пора. Надеюсь, я хорошо свел эту веревку, и она не порвется в решающий момент. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Субтитры создавал DimaTorzok